Мальчики, всем приветики, с вами Лирет, и сегодня у нас будет обзор на мой OnlyFans. Интересно, почему, девочки, проверьте. И как по традиции, разговорное видео записывается у нас без сценария. Так вот, перейдем к наполнению нашего видоса. Что же произошло за мое долгое отсутствие? Ну, во-первых, я повзрослела, поэтому сейчас я не озвучиваю, как маленькая писклявая девочка. Я озвучиваю своим голосом, потому что я ничего не стесняюсь, девочки вообще лучше, не бойтесь своих голосов и не надо из себя что-то давить. Во-вторых, я купила новый микрофон, старый Григорий Сдух. Кто помнит, ставьте лайки и пишите соболезнования. И этот микрофон, это Блю Йети. Все ждем от меня АСМР. Ну, кто любит, конечно. В фандап я с таким микрофоном никогда не вернусь, поэтому скидываемся мне на новый микрофон. Ну, всем наплевать на эти микрофоны, споры, что вообще там по конфликтам или, не знаю, будущим работам. Ну, так вот, лучше тогда начать с самого начала. Начинаем экскурс маленький, исторический. Я из маленького городка. Очень любила слушать в детстве Хармони Тим, потому что они так красиво поют. Лен вообще замечательная женщина. Я думала, это пацан. Ну, как кто себя идентит... Я даже слово такое говорить не могу. Какой вообще толерантности вы говорите. В общем, сидела такая всемечтательная девочка. Пела с самого детства. И думала, вот когда-нибудь я встану в ряды. Хармони Тим, я так к вам хочу. Господи, как же я к вам хочу. Ой, вы там все такие замечательные. Бла-бла-бла. Бла-бла. Ну, в итоге я начала петь. Спела первую песенку. На Даркен спиздила нагло текст. И спела себе на ВК просто. Но радовалась. Мне все еще кажется, что он не такой уж плохой кавер-то вышел. И сделала я первый видос на Ютуб. Было, по-моему, про экзорцизм. Мне нужен экзорцизм. Мне нужен экзорцизм. Мне нужен экзорцизм. И началась история успеха, хотелось бы мне сказать. Но весь успех я пропустила. Буквально дверь открыла. Потому что у меня не было таких локальных данных, которые я себе напридумывала. И люди тоже что-то напридумывали и ожидали от меня какого-то охуенного результата. В итоге никакого результата особо не получилось. И после работы, не помню, как это группа называется, спела я там песню с волюм про... Ну, не с волюм, конечно. Она просто моделировала мой вокал. Спела я песню про Thing от стимпианиста. Тоже популярная песенка была. И так и застыла, наверное, на тех же просмотрах, на которые были там года два назад. После этого я по знакомству попала в Harmony Team. Потом оттуда вылетела сразу же через месяц. А потом начались какие-то моральные терзания. Что я ничего не умею, что я петь тоже не умею. Вот все поют лучше меня. А я-то зачем тут вообще нужна-то? Затем одиннадцатый класс, экзамены, первая любовь, абьюзивная. После этого у меня остались какие-то моральные еще проблемы с менталкой. И вот все, меня просто под корень срезало. Я петь не могла, вообще не хотелось. Будто это не мое. А сейчас-то что я вернулась? Вопрос-то такой интересный появляется в голове. А сейчас все, в принципе, наладилось. Я, конечно, поступила, очень об этом жалею на китаиста. Сижу китайский учу. Ну вот это вот примерно мой уровень. Даже не мой уровень. Я не знаю половину слов, которые там используются. Но, тем не менее, учу китайский. Спустя столько времени я наконец-то забыто всеми. Вообще, кто существовал в фандабе? Потому что всем не до меня там это. Он за медиа рулит вообще всем этим фандабом. Вообще там самые крутые. Им платят самое главное. Я могу снова заниматься творчеством, как творчеством, а не работой. Еще не оплачиваю. Господи, боже мой, как я так работала-то. Пускай потеряла всю свою популярность. Приятный голос. Вообще клевая. Мелани Мартинес русская. Или русская Шарлотта. У-у-у. Еще Планя. Русский витубер. У-у-у. Мы не знаем, кто ее озвучивает. Ну да ладно. Вот сейчас вот эти вот все правила, а не разглашение, конечно, ломаю. Но у нас и не было такого. У нас чисто договоренно словесная была. Ну а что, нефиг девочку в 14 лет запрягать, озвучивать какую-то штуку, общаясь с извращенцами из интернета. Ну, нехорошо так. Ну а может я пизжу. Может Планю озвучила на ней рассетка. Там в комментариях там пишут, что голос синтезированный же. Ну, в общем, не первая я разрушила уговор какой-то. Изначально уговор разрушил сам организатор всего этого. Потому что он обещал мне, что вот если проект прогорит, а он прогорел минимум на год, то мои инициалы запишут, что вот я озвучиваю. А в итоге ничего не произошло. И мне еще сидят, угрожают, типа вот ты если расскажешь, мы тебе это, мы тебя переиграем. Можно так сказать. Так что глаз за глаз, информация за информацию. Без обид. Мне в самой плане как персонаж нравится. Так что я не желаю ничего плохого проекту. Все арты рисовала сама. Ну там, блин, сколько артов? Два. Наверное, два. Может я вставлю побольше, если будут, конечно. Все делаем своими ручками. Все ручная работа. За ручную работу обычно деньги отваливают, понимаете? А вам за бесплатно сейчас ведущих сделают. Да, да, понимаете? Мою любовь к вам. Все, всем удачи. Всем пока. Надеюсь, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok